Праздничное настроение, красочный перформанс болельщиков и полные трибуны стадиона «Кристалл» Так встретили сызранские любители футбола свою любимую команду в первом официальном матче чемпионата страны 2015 года с кировским «Динамо». «Сызран-2003» изначально считалась фаворитом в этом матче. Опасения были лишь в том, смогут ли наши ребята после зимнего перерыва показать уже в первом матче слаженную командную игру. Вопрос отпал сам собой практически с первых минут матча, и взятие ворот «Динамо» было лишь делом времени. Первая брешь в обороне гостей была пробита уже в середине тайма. После грамотно разыгранной комбинации, любимец болельщиков Василий Березун не оставил шансов в ротарю гостей Борису Шагенову. 1-0. Спустя 15 минут лучший бомбардир «Сызране-2003» Ренат Баратов удвоил результат. И практически через минуту сызранцы вновь воспользовались ошибкой гостей. Василий Березун, обокрав защитника «Динамо», ворвался в штрафной и пробил поворотом. «Динамовский голкипер» удар отразил, но набежавшийся Мячкин был точен на добивании. 3-0 после первого тайма. Казалось бы, во второй половине игры с изранцем нужно было поберечь силы, но Дмитрий Воевский выбрал иную тактику. Я абсолютно сказал ребятам, что особенно первые 20 минут нужно постараться взвинтить даже где-то темпы, постараться соперника еще дальше дожать. Такой счет там 2-0, 3-0 после первого тайма, он всегда немножко опасен, игроки начинают успокаиваться. По ходу тайма Воевский, заменив лидеров команды, дал возможность сыграть ближайшему резерву, который не испортил общей картины встречи. В итоге счет на табло так и остался без изменений. 3-0 первая крупная победа сызранцев в истории встреч с Кировским «Динамо». «Сызрань» выглядела по сравнению с нами на порядок лучше. Наверное, одна из, за весь сезон, я беру и имею в виду и осеннюю часть чемпионата, одна, наверное, из самых у нас плохих игр, которая получилась. Есть объективные причины у нас, о которых говорить не буду. В турнирной таблице с 30 очками сызранцы продолжают делить 4-ю и 5-ю строчки с Ульяновской «Волгой» и вести борьбу за медали. Следующая игра чемпионата у нашей команды на выезде с Новотроицкой Нотой 24 апреля. А уже в понедельник днем «Сызрань-2003» встретилась с давшими согласие на товарищеский матч с самарскими крыльями советов. К сожалению, погодные условия и неудобное время не позволили собрать на стадионе «Кристалл» большое количество болельщиков. Однако значимость этой игры была важна, безусловно, для обоих соперников. В таких условиях, учитывая все обстоятельства, дорогу, поле, мы можем увидеть, кто из игроков психологически силен. Это очень важно для будущего команды. То есть этот психологический аспект, возможно, был сегодня важнее неких тактических аспектов, технических. Вот почему мы сюда приехали, вот почему мы выбрали в качестве спарринг-партнера «Сызрань», потому что хорошая команда, хорошая команда для нынешней нашей второй команды, чтобы посмотреть в деле эту команду. Товарищеский матч прошел в равной борьбе с обоюдоострыми моментами. Счет 1-1 закономерно отразил итог игры. Мяч у «Сызранцев» в начале второго тайма забил пасечник. Самарцы сравняли счет с пенальти. Никто не мерялся, сегодня не было задачи переиграть, обыграть во что бы то ни стало. Сегодня немножко другие задачи были. То, что это, так скажем, не резервный состав, подтверждает то, что это приехал главный тренер у «Крыльев», значит, он этих игроков считает интересными для себя и определяется по ним сам уже. «Понятно, что, наверное, многие думали, что «Крыльев» приедут и выиграют там 3-0, даже несмотря на то, что не все игроки приехали, кто там в ФНЛ получает практику. Но мы все увидели, что «Сызрань» дала бой, показала хорошую игру, и нам не было легко играть». Хотелось бы, чтобы команды сыграли в текущем сезоне еще несколько матчей. Предварительная договоренность о подобных спаррингах между руководством двух клубов была достигнута. Максим Попов, Сергей Инкин, Дмитрий Медведев, Евгений Щукин. Вести детально.